Реакция муравьев на еду из холодильника. Эксперимент первый. Привет, мальчишки и девчонки. Сегодня я решил проверить, как будут реагировать мои муравьи на еду из моего холодильника. Так как это эксперимент номер один, и мои муравьи меня радуют, убивать колонию не входит в мои планы, то я и начал с легких продуктов. Для чистоты эксперимента я снимал два дня. В быстрой перемотке видно, как муравьи реагируют на разную еду. Итак, поехали. Первое, что я им дал, была морковка. К моему удивлению, муравьи к ней не проявили никакого интереса. При том, что месяц назад такую же морковку муравьишки схомячили за считанные секунды. Моему негодованию не было предела. Время шло. Сначала 30 минут, потом час, вот уже и три часа, и все было тщетно. В моей голове промелькнула мысль, что муравьи почувствовали неладное. На всякий случай я ее попробовал. Она была сладкая и вкусная. Никакой горечи я не почувствовал. На многих форумах пишут, что муравьи обожают морковку. Уносят формикарий и там дербанят на мелкие кусочки. Но, к сожалению, увы, эффекта ноль. А как ваши муравьи реагируют на морковку? А дальше было зеленое яблоко. Отрезал небольшой кусочек и положил на место морковки. На яблоко уже последовала более интересная реакция. Стабильно от трех до шести муравьев поглощали его. По моим наблюдениям, грызть на мелкие кусочки не пытались. На вкус яблоко было кислое, но явно муравьям оно оказалось по душе. К сожалению, надрезанное яблоко быстро темнеет. А также есть момент с брожением. Один раз я оставил яблоко на несколько дней. Муравьи утащили его в свое логово и очень долго не выкидывали засохшую корочку, которая от него осталась к тому времени. Яблоки – самый распространенный фрукт на земном шаре. В английском и китайском языках существуют даже похожие пословицы про яблоко. Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает. А вы знали, что у зеленых и красных яблок есть различия? Зеленые яблоки, в отличие от красных, содержат больше важного для нашего организма микроэлемента – железа и витамина С. Зеленые яблоки являются гипоаллергенными, то есть с наименьшей долей вероятности вызовут у вас аллергическую реакцию, нежели красные. Поэтому малышам до года разрешено вводить в прикорм зеленое яблоко в виде пюре. Настала очередь консервированной сладкой кукурузы. Эффект налицо. Муравьи не отходили далеко от зернышка. В кукурузе велико содержание витаминов. Аскорбиновая кислота, витамин В3, витамин В1, витамин В2, витамин А. День подходил к концу, и ее я уже оставил им на ночь. И, естественно, заснять всех процессов не получилось. Интересные факты о кукурузе. Из всех видов этого растения в пищу употребляется лишь один – маис, он же сахарная кукуруза. На одном побеге кукурузы вырастает от 8 до 42 листов. Не больше и не меньше. Несмотря на то, что кукуруза – растение разнополое, и мужские, и женские соцветия у него могут вырастать на одном и том же побеге. Одно из божеств в пантеоне древних майя – Ах-мун – почиталось в качестве бога кукурузы. Индейцы верили, что это растение, посланное им богами. На следующее утро меня посетила идея, что нужно было зернышко разрезать, но оно же оказалось обезвоженной, более походило на высохшую окаменелость. И без долгих раздумий я перешел к сладкому болгарскому перцу. В первые 30-50 минут муравьи приглядывались к яркому овощу. Видимо, была своеобразная проверка на ядовитость, которую он успешно прошел, и они веселой бурьбой накинулись на него. Перец на вкус был сладкий и сочный, но такого эффекта, как от кукурузы, не было. В быстрой перемотке видно, как их интерес к перцу угасает с каждым часом. А вы знали, что некоторые виды перца настолько жгучие, что одно прикосновение к ним может повредить кожу или даже вызвать химический ожог? Единственный способ безопасно готовить такие перцы – надевать резиновые перчатки. Чтобы не элитаризовать жжение от чересчур острого перца, нужно пить не воду, а молоко. Иначе эффект будет обратным. Также пожар во рту поможет потушить йогурт или кусочек лимона. И напоследок я решил дать им шоколадку-пикник. Вот такое, если верить упаковке шоколад от Альпенгольд. Реакция была положительная. Муравьи явно сладкоежки, и шоколадка им зашла. Потом они пытались утащить ее в норку. Это я обнаружил спустя час. Очень хотелось посмотреть и показать вам процесс передвижения шоколадки муравьями. Но моя камера не выдержала такого бешеного ритма работы и уснула сладким сном от изнеможения. Кстати, а у вас есть муравьи? На какую еду была самая интересная реакция? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях. А вы знали, что для производства одного килограмма шоколада необходимо почти 900 бобов какао? Более 69% мирового урожая бобов какао собирают в Африке, хотя его родина – акваториальная Америка. Определение белый шоколад неверно, хотя и прижилось. По стандартам производства в настоящем шоколаде должен содержаться шоколадный рекер, которого в белом шоколаде нет. А 11 июля – Всемирный день шоколада. Празднуем! А у меня на этом все. Читайте книжки, изучайте Вселенную и не болейте. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok